Это кадры из материала, который вышел в нашем эфире три года назад. Тогда, в июле 2017 года, жители улицы Воробьёва обратились к нам с жалобой на дорожное покрытие. Многие годы они обивали пороги чиновничьих кабинетов и искали поддержки. Однако никто им так и не помог. Ответ всегда был один – денег нет. С приходом к власти нового главы дело жителей Косёва сдвинулось с мёртвой точки. Местный депутат помог нефтекамцам донести свои чаяния до властей. И вот теперь на этой улице уложили новый асфальт. Пенсионерка Людмила Елисеева, как и три года назад, отмечает, что улица Воробьёва всегда была самой зелёной, красивой и уютной. Куда только я не ходила. К депутату Госдумы, к депутату Крултая. Сюда ходила, в мэрию, заявление писала. Прокурору ходила. Устали уже все ждать, когда нам асфальт проложат. Когда-то, когда говорят, вот ведь Валя ушла, терпение лопнуло. А теперь хотим сказать большое спасибо от имени жителей Воробьёва. Все бабушки довольны, мамаши довольны, дети довольны. Ну, если бы не Мавлиев, конечно, нам бы, может, асфальт ещё не пришёл. Ну, благодаря ему, видите, и город-то совсем другой встаёт, красивый. Всего за несколько дней здесь постелили новое дорожное покрытие. Сейчас дети с удовольствием катаются на роликах и велосипедах, а мамы спокойно прогуливаются с колясками. Со слов Гульнас Рафиковой, которая живёт на улице Воробьёва почти 20 лет, теперь хочется сменить резиновые сапоги и кроссовки на туфли, на шпильки. А ещё появился стимул вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Мы вот уже здесь живём сколько? Лет 18. Дороги вообще не было. Ну, даже если просто произошлись они ямочные покрытия, но это тоже после зимы же всё омывается, и ничего не остаётся. И на лето опять вот эти ямы. Вода постоянно здесь вот всё собиралась. Вот у меня появился стимул с утра начать бегать. Наконец-то тут ровная дорога, где я могу побегать. С утра выйти в 6 утра и с наслаждением бегать. Ну, конечно, тут я слишком близко с машинами, как бы вот. И как бы отдельно тротуар тоже не предусмотрели для велодорожек. Как бы вот и всё. А в остальном всё отлично. На этой половине улицы Воробьёва ремонт завершён. А вот на второй часть сейчас полным ходом идут работы. С утра и до позднего вечера здесь трудятся дорожные строители. Совсем скоро и здесь можно будет прокатиться с ветерком на двухколёсных железных конях и прогуляться, не утопая по колено в грязи. Единственная просьба теперь у жителей обновлённой улицы Воробьёва к автовладельцам и велосипедистам – соблюдайте скоростной режим. Тогда жить здесь будет не просто приятно, но и комфортно и безопасно для всех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!